Виктор Чистяков родился 30 июня 1943 года в Ленинграде в семье, не имевшей отношения к искусству. Кроме него в семье было две сестры. Родители обратили внимание на артистическую одаренность сына. В три года после просмотра балета «Лебединое озеро» он искусно подражал всем артистам. И со второго класса школы отдали его в хореографическое училище имени А. Я, Вагановой, однако в семи классе из-за перегрузок, сказывавшихся на здоровье, он ушел из училища по настояниям отца. Но вскоре Чистяков поступает в музыкальную школу и оканчивает ее по классу кларнета. В 1962 году Виктор поступает на актерский факультет Ленинградского государственного института. Театр, музыки и кино, гитмик. Курс был экспериментальным. В систему воспитания будущих актеров педагоги включали этюды на подражание зверям и птицам. Именно здесь, в институте, Чистяков обрел умение владеть интонацией, голосом, мимикой и жестом. Он учился на драматическом курсе, а не на курсе эстрады. Но уже тогда пародировал всех преподавателей, студентов, друзей. На учебных занятиях в институте его талант пародия никак не развивался. Но в жизни он это делал беспрерывно. Виктор постоянно участвовал в студенческих концертах. Ни один капустник не проходил без его участия. И именно здесь впервые прозвучали вокальные пародии на Ивана Козловского и Сергея Лемешава. Дипломной работой Чистякова был король в обыкновенном чуде Евгения Шварца в мае 1966 года. Незадолго до выпуска из института. Виктор женился на подруге студенческих лет Натальи Рыбаковой. Однокурсница, изящность стройной блондинки. В будущем актрисе с не сложившейся ни в ленинградских, ни в московских театрах биографии. Так и не сумевшей выйти из массовок. С Натальей Чистяков прожил 6 лет. Вплоть до своей гибели, детей у супругов не было.